На этой неделе нефтяная компания Shell объявила о начале слушаний по выводу из эксплуатации одного небольшого нефтяного месторождения в Северном море. И эта новость прошла бы для рынков незамеченной, если бы это месторождение не носило знакомое всем название бренд. По этому названию называется эталонный сорт нефти, и большинство именно связывает бренд и нефть, и для многих это слова-синонимы. Действительно, эталонный сорт носит это название. Добыча на этом месторождении началась в 70-х годах прошлого века, но с того времени добыча на этом месторождении сильно снизилась, более чем в два раза, и сейчас просто нерентабельно эту нефть добывать. Действительно, бренд, всем это слово знаем, и большинство нефтяных контрактов привязываются к цене и котировкам именно бренд. Ну и также другие сорта нефти, в том числе российские Юрлс, Сиберия Нойл, также котировки их привязаны к котировкам бренд. Сейчас, по всей видимости, этот сорт нефти может исчезнуть, то есть что-то придет ему на смену. Для мировых рынков это такое локальное потрясение, потому что действительно в связи с тем, что месторождение может быть закрыто, возможно некоторые колебания котировок именно бренд, не связанные в целом с нефтяным рынком. На наш взгляд, мировые рынки найдут новый эквивалент сорта нефти. Прежде всего, на статус такого эталона претендует американская нефть VTI, West Texas Intermediate, также известная как Light Sweet. По своим физическим и химическим свойствам она близка, то есть это тоже хороший сорт нефти, низкосердностный и очень удобно по нему считать, потому что и потребители им довольны, и большое распространение он имеет в мире. Также на статус эталона могут претендовать, допустим, российские сорта, тот же Eurals. Ну и в принципе, я думаю, что влияние возрастет локальных сортов нефти. Мы знаем, есть отдельный сорт арабской нефти, отдельный сорт иранской нефти, норвежской нефти и так далее. Везде есть свои стандарты, но сейчас, видимо, бренд переживает свои последние годы, но для мировых рынков ничего страшного нет, кто-то придет ему на смену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова